Теперь вы поняли, почему продавец мне сказал? Даже вот близко на них не смотрите. Гораздо проще, конечно, купить. Шикарно! Просто на перекус! Любовь моя, не могу! Витаминов здесь куча. Думаем об этом. Под сути, не говорите, что это такое. Нашла я всё-таки без дрожжей. Смотрите, короче. Всем огромный привет! Я только-только после тренировки. И сегодня я вообще обычно в продуктовые магазины езжу как раз-таки после тренировки, потому что это намного удобнее. И потом я как раз пережидаю то самое время после тренировки, потому что кушаю я только через час примерно. В общем, получается просто супер-мега идеально. Покажу то, что я сейчас купила в магазине вкусвилл. Кстати, у нас вкусвилл открылся в нашем городе. Я живу в городе Электросталь. Открылся на нашей стороне города. Но я всё равно езжу в тот, который мой родной любимый, потому что там такие классные консультанты. Такие вообще, я не знаю, просто вот мы там уже как родные просто. И они мне, знаете, что сказали? Нам говорят, как нравится, когда вы приезжаете к нам за авокадо-хаас. В общем-то, я в этом видео тоже, ну, в общем-то, не обошлось без них. Первое, что здесь, ну, прям видно, мамит лежит, это вот такие вот помидорки черри. И здесь было две упаковки, вторая где-то там. В общем, я не знаю, честно говоря, как она всё это утрамбовала. Так супер круто и хорошо. В общем, профессионализм просто налицо. Здесь 500 грамм, то есть такая довольно большая упаковка. И я их в основном использую либо в салаты, которые я сейчас, кстати, не так уж часто делаю, либо я их использую как раз-таки вместе с авокадо, с чесноком и солью на цельнозерновый хлеб. Кстати, новиночка прямо в этом видео будет. Нашла я всё-таки без дрожжей. Сонечка у нас очень любит вот такие вот эклеры из вкусвилла. Они всегда очень вкусные, всегда очень такие свежие, сочные. Себе я взяла больше что-то с рукколой, потому что, ну, в общем, я обожаю просто. Я обожаю вот это вот ощущение небольшой горечи, остроты. А Саша у меня очень любит просто обычный салат айсберг, больше что-то такое свеженькое, что-то такое, ну, попроще такое. На всякий случай, если вдруг мне другой не понравится, я взяла вот такой вот свой с цикорием целебный хлеб. Он как бы на цельнозерновой муке, но в то же время здесь есть немножечко дрожжей. Так что, ну, как бы, это вообще-то не есть хорошо. Я всё нахожусь всё-таки в поисках идеального бездрожжевого хлеба, потому что, конечно, в скором времени я уже снимаю это видео, уже готовлю для вас. Мы будем с вами вместе делать бездрожжевой цельнозерновой хлеб. Но с течением вот этой вот просто безумного ритма жизни, конечно же, не всегда, далеко не всегда у меня, например, есть время, да, ну, как бы и желание, в конце концов, готовить себе что-то, вот прям вот готовить хлеб, да, то есть пришёл домой, нужно сготовить хлеб. Как бы, ну, гораздо проще, конечно, купить. Так что, если есть возможность, почему бы и нет. Трифоновский, вот такой я нашла, без дрожжей, и он причём, смотрите, здесь в составе мука пшеничная, цельнозерновая, это хорошо. Мука пшеничная, хлебопекарная второго сорта, это как бы тоже неплохо. Вода питьевая, соль пищевая. Срок годности четверо суток, но я один, вот я купила два, я один положу в морозилку также, а один прям вот сейчас попробую, вот мне прям очень интересно, потому что вот здесь он прям такой аппетитный-аппетитный. И не воздушный, потому что здесь нет дрожжей, короче, он такой довольно твёрдый, но выглядит как хлеб. Тоже у нас вторая вот такая вот упаковочка помидорок черри, то есть получается всего килограмм помидоров черри. Сонечке, любимой моей дочке, купила, она просто обожает малину, я стараюсь вот, прям вот стараюсь, знаете, постоянно её вот такую вот маленькую баночку, здесь 125 грамм, постоянно, когда вот сейчас особенно зима, все эти авитаминозы, все какие-то вот эти вот болячки там где-то там по воздуху витают, и, в общем-то, запасаемся. Ну, кто-то как бы не верит, что в покупных овощах и фруктах есть витамины, но я не из числа этих людей, поэтому, короче, я верю. Мысли материальны, так что я верю. Витаминов здесь куча, думаем об этом. Соня или Саша, не знаю, кто первый ухватит, потому что все любят, если понравится, буду брать ещё, это круассан, но без всего. То есть просто он как бы на масле, на сливочном сделан, должен быть вкусный, его в конце концов можно макать во что-нибудь или взять какой-нибудь сироп, там, топинамбура или ещё там что-нибудь. Смотрите, короче. Три-четыре, пять-шесть, это не одни и те же, семь-восемь, девять-десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать авокадо-хаас. Теперь вы поняли, почему продавец мне сказал, что им очень нравится, когда я забегаю за авокадо. Стараюсь так вот подгадать, чтобы у меня примерно пять-шесть авокадо были прям мягкие-мягкие, готовые, чтобы я их в ближайшие там три-четыре дня съела, а все остальные, то есть у меня вот, представляете, у меня уже в голове прям целая схема, какие авокадо мне купить, какой сочности, какой спелости авокадо мне купить и в течение какого времени примерно я их съем. Я настолько сильно и настолько крепко подсела сейчас на авокадо, что я съедаю один-два в день, то есть раньше я даже подумать об этом не могла, но я сейчас так сильно подсела на вот этот завтрак, который я вам показывала, ссылочку на этот рацион, там, по-моему, 1200 калорий, я вам внизу под видео оставлю, это просто, и мою любовь сейчас просто, вот помните, любовь мою к риетам, да, который сейчас испортился, и я сейчас, кстати, ну не испортился, в смысле состав они поменяли, завтракаю, просто любовь моя, не могу просто, вот, не ругайтесь на меня, не ругайтесь, ну почему бы и нет, вот сидела я жестко на этих риетах, риеты надоели, а, на хумусе я тоже жестко сидела очень, а потом, в общем-то, мне все надоело, перешла на авокадо, взяла вот такие вот нежные сосиски, кстати говоря, во вкус Вилли, сосиски такого очень хорошего качества, то есть здесь в составе свинина, говядина, вода, питьевая, яйцо куриное, пищевое, молоко сухое, цельное, соль, пищевая, сахар, экстракт, специй, ну, соответственно, черный орех мускатный, перец душистый, кардамон, все. То есть, вообще-то, по большому счету, можно сказать, что это прям супер мелко порубленный фарш со специями, ну, то есть, блин, это как бы сосисками-то не назовешь. Взяла вот такую вот треску, не успеваю я никак в Ногинск заехать к Сифут, и поэтому я купила во вкус Вилли, в общем, во вкус Вилли тоже очень хорошая треска, очень хорошего качества, она такая прям большая, толстая. Ее практически вообще нельзя испортить, то есть, в принципе, она практически у всех магазинов хорошая, ну, как бы плюс-минус, внешним видом отличается. Я очень хочу сделать из нее тресковые котлетки, то есть, просто положить, что? Трескую. И специи, и, скорее всего, все. Ну, в общем, не знаю, или буквально столовую ложку цельнозерновой муки. Со швыльки я купила вот такие вот котлеты домашние, две штуки, чтобы, ну, просто на одной сковороде как раз они пожарятся. Вот, он очень любит, он прям действительно их за обе щеки уплетает. Здесь тоже свинина, говядина, вода питьевая, волокна пшеничные, соль пищевая, перец черный молотый, и все. Ну, вообще не придерешься, если у вас нету времени делать, например, свои, да, то есть, ну, вот, как бы, я сделаю из трески, как бы, Саш тоже это все дело ест. То есть, в принципе, у нас вся еда на всех. Так, и вот такие вот штучки, в основном я покупаю сашульки, потому что они просто нереально вкусные. Вот такие вот во вкус вели котлетки овощные с кабачками и капустой, они лежат в морозилке. Обратите обязательно на них внимание, но если вы сильно прям в пипец похудательном процессе, ни в коем случае вообще даже не заглядывайте, даже вот близко на них не смотрите. Потому что, как бы, по сути так, здесь кабачки, капуста цветная замороженная, вода питьевая баклажаны, зелень горошек замороженной, морковь свежая, масло фритюрное, и вот началось. Фантастически вкусная вещь. Просто невероятно вкуснющие котлетки из овощей, которые, вот знаете, вот просто вот скажи, котлеты из овощей. И первая мысль такая, эээээ. Но когда вот это я приготовила впервые, вообще просто я купила их для себя, я думала, что это диетический продукт, типа я как бы, ну здесь же вот написано, да, что жиров 13, углеводов 10, белков 1,5, но в принципе я думаю, ну можно себя побаловать, ну подумаешь, кляр. Короче, я вот как пожарила одну упаковку, так ее всю и съела, и с этого момента зареклась, что больше я такое не возьму, иначе я точно не смогу вовремя остановиться. Поэтому беру теперь только своей дочки и только своего мужа, дочка без особого энтузиазма, потому что у нее, знаете, она тоже как услышала, котлетки из овощей, все, вот я не буду и все, и вот хоть ты лопни, не попробуй ты все, тут муж с огромным удовольствием, поэтому сразу две штучки взяла, здесь очень даже немного, это просто потрясающе вкусно. Если вы реально хотите удивить своего, например, мужчину или ребенка, просто вот подсуньте, не говорите, что это такое, не говорите, что это котлетки из овощей, просто подсуньте, например, в виде гарнира, они просто офигеют. В общем, такая, я не знаю, какая-то прям как реклама получилась, но нет, я просто сама, когда попробовала, все, в общем, я решила больше никогда не пробовать. Вот такой вот кекс творожный я купила Сонечке вечером, придет тоже вот после, хотела сказать, после работы, ну да, как бы у нее садик, это ее работа. Я себе взяла вот такие сырники из сыра рикотта, кстати говоря, недавно буквально, я, видите, здесь спортивных штанов, потому что я ток-ток после тренировки сейчас пойду в душ. Вот, я купила тут недавно себе сыр рикотта, это я на днях просто заезжала, знаете, ну так просто, как бы, я даже не помню, сколько он стоит, то есть это вот было буквально два дня назад. Просто заехала, взяла, там, мне нужен был хлеб и авокадо. Чего мне еще, может быть, нужно? И, в общем-то, почему я купила сыр рикотта, потому что я как-то до этого покупала вот такие вот сырники из сыра рикотта. И они просто сногсшибательно вкусные, в общем-то, здесь тоже сыр рикотта, они без сахара. Молоко коровье нормализованное, пастеризованная закваска, мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта, яйцо куриное пищевое, соль пищевая, ваниль натуральный. В общем-то, вот кроме муки здесь просто все мега супер идеально. Белков 13, 1 жиров 12, углеводов 10, 1. Шикарно, просто на перекус, просто не могу. И, короче, после того, как я вот эту вот вкуснятину попробовала, их здесь 4 штуки, соответственно, 2 штучки, здесь вот 246 грамм, то есть 2 штучки, это плюс-минус там 100-1005, сколько, 125 грамм. В общем-то, съел тоже с каким-нибудь, типа, с сиропом, в общем, чего-нибудь. И насытился, и все вкусно. Короче, вот после этого я попробовала свой рикотта, спрашивали меня вообще, ты ешь сыр или нет. В принципе, я ем сыр, и я сейчас практически полностью от него отказалась, потому что это жир. Это очень жирно, это правда очень-очень жирно. Но небольшой кусочек, как бы, ну вот потихонечку, потому что сыр для меня это просто какое-то занебесное блаженство. То есть вот я сейчас отказалась от вина, от сыра, в общем, от моих любимых продуктов. Надо как-то приводить себя в порядок, особенно после новогодних праздников, после которых, собственно, тоже было дело. И тренировки забросила перед Новым годом, и, в общем, и, короче, много лежало в связи с операцией, как раз. И, в общем, ну, знаете, навалилось, наложилось все подряд, и, в общем-то, снова, вот, надо как-то приводить себе форму. Здесь, на самом деле, у каждого свои какие-то приоритеты, да, если вы, например, хотите съесть не сыр, а еще что-то, потратите эту самую, ну, колораж свой суточный на что-то другое, пожалуйста, как бы ешь другое. То есть я вот очень люблю, например, какие-то протеиновые батончики, очень люблю сыр, и я стараюсь как-то распределить все вот это по тому, что я люблю, собственно. Запеканка творожная без добавления сахара с сайвой и бананом. Никогда не пробовала, в общем-то, решила ей попробовать. Она какая-то вот такая вот. Жиров 4,5, углеводов 15,8, белков 12,9. То есть такой довольно белковый продукт, так что почему бы и нет, вот так вот тоже на перекус очень хорошо подойдет. Сонечке что-то я поняла, что я сто лет не покупала ей кукурузу. Она, я просто помню, в какие-то далекие времена, когда я покупала ей кукурузу, в общем-то, она ее любила. Вот, и я думаю, что она, честно говоря, очень сильно удивится. Я не знаю, почему я ее перестала покупать, а Соня как-то и не просит. В общем, как-то так получается. И вот такая вот лепешка из цельнозерновой муки. Здесь тоже мука пшеничная, цельнозерновая, вода питьевая, семя льна и морская соль. Ну, вообще, это такое странное удовольствие. Она такая очень-очень твердая и, ну, как бы, ну, лепешка такая, да. То есть, в принципе, вот так вот с красной рыбкой или там с какой-нибудь начинкой, намазкой, как это говорят. То есть, в принципе, можно съесть. Мне, собственно, осталось купить огурцы. Ну, в общем-то, и, конечно, знаете, вот за что взгляд зацепится. Потому что обычно идешь за одним, а получается набираешь в 10 раз больше. Вообще-то, я сейчас шла только за зеленушкой и авокадо, а в итоге она вот еле упаковала вот эту вот огромную сумку. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось это видео, конечно же, жмем пальчик вверх и пишем об этом в комментариях. Мне, правда, очень приятно, когда вы отвечаете мне. И, блин, в конце концов, я понимаю, что делаю все это не зря и кому-то, возможно, помогаю найти что-то новое, как-то правильно питаться и, возможно, как-то вас замотивировать. Всех вас люблю, целую. До следующего видео. Пока-пока. Продолжение следует...